С самого утра у участковой больницы номер 2 станицы Гастагаевская паркуется особенный транспорт. Сегодня здесь принимают самых главных пациентов – детей. Елену беспокоит плохое самочувствие сына. В последнее время он стал капризный, иногда повышается температура. После полного осмотра педиатр заключает – беспокоиться не о чем. У малыша режутся зубы, а этот процесс весьма болезненный. Врач назначает лекарства, они помогут снять неприятные симптомы. А у молодой мамы отпадает необходимость вести ребенка на обследование в городскую поликлинику. Очень бы хотелось, чтобы День здорового ребенка чаще проходил у нас в станице. Так как с ребенком не очень удобно ездить на маршрутках в город, здесь пришли уже на месте все врачи. Кроме педиатров и терапевтов, на Днях здоровья приемы ведут и узкие специалисты – кардиолог, эндокринолог, хирург, окулист. Здесь же можно пройти ультразвуковое исследование и ЭКГ, сдать некоторые анализы крови. Главная цель таких профилактических акций – выявлять болезни на самых ранних стадиях, когда ярко выраженных симптомов еще нет, но лечение уже необходимо. Зачастую без Дня здоровья трудно выявить. Люди приходят, и для них это открытие, что у ребенка там искривление позвоночника или плоскостопия. Конечно, после этого они начинают активно следить за своим здоровьем, ну, те, кто начинает, конечно. Ну, и это останавливает, потому что всегда искривление позвоночника в процессе жизни прогрессирует, ухудшается, если не лечить его. Более доступно оказывается помощь узких специалистов, то есть не нужно ехать в город, а можно пройти с ребенком здесь на месте. Сегодня на приеме у специалистов побывали около ста детей, больше половины из них – малыши до года. Следующий Детский день здоровья пройдет 3 марта в селе Юровка, и в этот же день в станице Благовещенская медики будут принимать взрослое население. Руслан Душевский, Анапа. Регион.